Первый вопрос заседания – введение в оборот неиспользуемого имущества. В настоящее время на Брещене его площадь составляет более 860 тысяч квадратных метров. Эти площади могут и должны приносить пользу и доход. На них реально создать не одну сотню рабочих мест при разумном подходе. Вопрос вовлечения хозяйства на оборот неиспользуемого имущества не перестает быть актуальными на сегодняшний день. В первую очередь он увязан с необходимостью наведения порядка на земле. Во-вторых, немалая доля этого имущества должна служить местом вложения инвестиций, создания рабочих мест, новых производств. В-третьих, средства от распоряжения имуществом и налоговое отчисление созданных производств являются реальным источником пополнения бюджетов всех уровней. Несмотря на важность темы, количество неэффективно используемого имущества, если и меняется по отчетным периодам, то несущественно. Не во всех районах вопросу уделяют необходимое внимание. В ходе рассмотрения вопроса необходимо выяснить, какой механизм работы у нас на сегодняшний день выстроен, какова его результативность и что требуется изменить для того, чтобы эти вопросы решались более эффективно. Неиспользуемое имущество есть и в Бресте. Жизнь вносит коррективы в деятельность субъектов хозяйства неологично появление свободных площадей. Городские власти предпринимают меры для того, чтобы строения не простаивали. Не всегда сделать это легко. Так, немалый процент зданий не относится к собственности города. Еще один момент – объекты, которые ранее были в ведении военных. Они представляют интерес в большинстве своем только с точки зрения площадок для инвестпроектов. В качестве примера – Красный двор. Но по каждому пункту из списка ведется работа. Там тоже много воинских объектов, склад боеприпасов, охранная зона. И вот здесь надо будет нам продумать какую-то тактику, я имею в виду вместе с облаимуществом, что делать с этими воинскими объектами в Красном дворе. По другим моментам у нас проблем нет. Еще один вопрос заседания – реализация госпрограммы строительства жилья. Последняя разделена на две подпрограммы. Одна из них регулирует процесс возведения жилых помещений, вторая – создание инфраструктуры. Сводным целевым показателем госпрограммы является уровень обеспеченности населения жильем, который по итогам 2020 года должен составить не менее 27,3 квадратных метров на одного человека. В области уже достигнут данный показатель. По состоянию на 1 января 2018 он составляет 28,1 квадратных метра. По данным показателю, как Анатолий Васильевич отметил, мы занимаем третье место после Минска и Гронинских областей. Исходя из анализа динамики изменения численности населения области, объема строительства жилья и жилищного фонда, для обеспечения выполнения сводного целевого показателя необходимо сохранить существующие объемы строительства жилья. Сводный целевой показатель был выполнен всеми районами области, но не всеми крупными городами. Здесь темпы ниже, что связано с рядом объективных причин. Это обосновано концентрацией значительной части населения в данных городах, а также процессами урбанизации, повлевших отток сельского населения в городах. Идет реализация программы и в городе над Бугом. По словам мэра Бреста Александра Рогачука, показатели, доведенные на текущий год, будут выполнены. Также в ходе заседания губернатор региона Анатолий Лис подчеркнул, несмотря на то, что Брещино традиционно занимает лидирующее место в стране по общему вводу жилья, сказать, что проблем нет, совсем нельзя. Прежде всего, я хотел бы обратить внимание, это выполнение сводного царевой и царевых показателей государственной программы на 18-е и 20-е годы. К сожалению, они не в полной мере выполняются, будет сказано. Обеспечению квартала индивидуальной жилой застройки объектами инфраструктуры, особенно индивидуального жилищного строительства, это вечная проблема. Но надо искать, там тоже есть пути, о которых говорилось и на семинаре, и мы неоднократно говорили. Никто они сегодня не запрещают индивидуальным строителям, которые строят индивидуальное жилое помещение, собираться в кооперативы с помощью государства. К слову, согласно программе, к 2020 году все строящиеся многоквартирные дома должны быть энергоэффективными. При этом необходимо использовать передовые разработки, возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы. На данный момент в регионе процент ввода в строй такого жилья уже вплотную приблизился к сотне. Не хватает немногим менее трех процентов.